Всем привет от двух амёб домашних Амёбушка Что? Вэнсдэй? Чё это? Вэнсдэй У меня не такая прическа Но костюм-то такой Костюм нормальный, готический У меня Лерка там видимо ей скучно гуляется И должна гулялась Не знаешь? Я тоже не знаю Это моя сестрёнка Вэнсдэй Сестрёнка Вот ты сказала, это знатоку, подключигает нас. Дашь валенок в области, всякой такой движущей. Валенок, Венздей. Венздей для меня что-то слишком современное. Ты ее спрятала. Вон они, смотри. Дети вы мои сладкие, дети вы мои любименькие. Тот, который в 4 часа еще домой выехал и все остальные. Сейчас я со своего подключусь, подожди к тебе, сейчас секунду. Сейчас я со своего подключусь, я с телефона. Добрый вечер. Мама, ты чего не танцуешь? Не знаю, я еще не сонный мух. Сонный Венздей? Сонный мух. Располови здесь, я не сонный мух. Нет. Что-то громко. Здравствуйте. Сами реветли, вон. Привет, Рене, которая медок тебя привозила. Еще повезешь, а то мне не хватает. Наглая морда. Отключаю. Попробуем. Добрый вечер, добрый вечер. У меня уже в глазах рябит. Как там, интересно, в погодку у кого? Ну, чуть-чуть, прям, еще жарко. Даже в ночи. Ну, я же тебе скину. Девочка Венглэй. Последние пауты. Ну, не знаю, ничего, весь не могу. Ну, не для Тупчалка. Девочка Венглэй с последней паутами. Сами, хоть ты песни попоешь. Пока тут одна сонная амеба, а другой подключиться не может. Что там, как настроение-то у кого? Все такие же амебы сегодня, как я? Или кто-нибудь повеселее, пободрее будет? Неу. Что, ну-то? Мам, неу, а не ну-то. Ты подключаю я тебя, подключаю. Подключаешься. Вот так вот мы теперь увидимся с супругом в прямом эфире. Привет, мои золотые, мои хорошие. Так, а мы уже поедем ловить-то. Там уже наловился. Этот самый. Я вас завтра отправлю с ребятами на Голубые озера. Не надо. Сегодня я с тебя... Нас никуда отправляю. Ань? Я так, по-моему, соскучился. Друзья, всем привет. Вот, ко мне вон сичкари приехали, где они там сзади сидят. И я сегодня... Мои птенчики. Ань? Я говорю, сичкари, мои птенчики. Саш. Да. А, как ты к картошку и поведешь, если не дали? Мишок картошки на тебя привезет. Я ж книги-то не взяла. Телефон хромает, сейчас может разлить. Вы где находитесь? Я ж говорю, карма. Я ж говорю, карма эта штука такая. Все, не буду. Блин, я вас люблю. Я знаю, мои хорошие. Я уж так по вам соскучился. Ну, я пошел. Мы прочувствовали. До свидания. Как интересно, ты мне скажи, пожалуйста, где вы находитесь? Я сейчас съеду, уже куда мне посадить? Угадай. Мам, еще куда? Мам, ты в парке? Мы сидим прямо за детской площадкой. Ой, спасибо. Ну, в парке? Вот кто мне скажет, что я образительная девушка. Зая, вы в парке или за школой? Я еще раз тебе говорю, за площадкой детской. Не слышно, где? За площадкой, за детской площадкой. Я понял, за какой детской площадкой. Она же не одна в Лермонтове. Которая рядом со школой. Вот. Ну, я спросил, возле школы или в парке. Все, я сейчас, короче, буду через минут восемь. Восемь. Светлого пути. Ладно, Зайка, давай вещай, потому что сейчас подъезжаем в место, где мы на Тутовнике были. Потом проезжай, здесь сейчас связь будет теряться. Я очень вас люблю, очень по вас соскучился. Сейчас скоро буду. Мы тебя тоже. Все, пока. Ой, рада за свету, прям очень. Будьте счастливы всегда. Спасибо вам, наши котики. Будем стараться быть счастливыми максимально возможно. Даже тогда, когда такое сонное состояние, настроение. Я такой хотела сегодня вам прямой эфир полноценный, психологический, как вы просили провести. Но что-то как-то у меня настроения еще нет. Да ничего не случилось. Вы как иногда спрашиваете, знаете, или Саша что-нибудь пишите. Вот ты довольный, а она недовольная. Вот ты улыбаешься, я вчера даже с ним рекламу снимали, смеялась над этим. Я просто человек очень искренний. Я никогда не буду там красивую мину при плохой игре делать. Если у меня, допустим, нет настроения, то его нет. Если оно есть, то вы об этом узнаете первыми на любом эфире, на любом видео. Поэтому бывают у всех, тем более я же с людьми очень много работаю, взаимодействую. Поэтому очень много энергии отдаю вовне еще. И, к сожалению, иногда ее не остается. Нет, мы не в ссоре. Не в ссоре. Мы просто эти два дня, к сожалению, с того, что я себя не очень хорошо чувствую, приехали наши друзья из Белоруссии. И я с ними не могу толком поездить, потому что, ну, короче, полдня я сегодня проспала, ночь, потому что была бессонная. Поэтому, ну, человеческий фактор, короче. Еще и беременная женщина, сами знаете, гормоны в голову ударили, и все, пиши пропало. А так нет ничего такого криминального, критического. И я говорю, я просто человек очень искренний. Спасибо вам большое. Вот, вот когда вы мне пишете такие вещи, желаете мне счастья, хорошего настроения. Пишите очень много приятных всяких слов поддержки. У меня сразу настроение улучшается. По поводу срока. Позже мы сообщим, и срок, и пол. Маленькую подсказку могу дать, что в положении я оказалась сразу после свадьбы. С учением обстоятельств неким. Да, не робот. Хорошо, что вы это понимаете. И вот есть просто блогеры. Я себя, конечно, блогером не считаю, но как бы общаются у аудитории, поэтому в любом случае какая-то, да, наверное, ближе к блогерской деятельности сейчас ведется. Вот. И есть блогеры, которые вот выходят, ну, либо они начинают там плакать прям на камеру, что, ну, для меня лично это как бы... Я не осуждаю, я понимаю, что у всех разная степень выражения эмоций, но как бы у меня это непонятно. Я если и могу там заплакать, то где-нибудь тихонько в подушку. Вот. Либо они вот всегда счастливые, довольные, позитивные, такие пестрят разнообразными вот этими положительными эмоциями. Ну, на самом деле, я считаю, это, ну, как бы тоже... Ну, не то, что нечестно, опять-таки, кому как больше нравится. Я вот люблю, когда все по чесноку. Вот. Да, в моем состоянии, тем более, это нормально. Вот. Знали бы вас все девушки эти. Видите, не всем удалось мне познать. Вот. Частая, да, смена, особенно первый триместр, это вот у меня что первая беременность такая была, что вот сейчас. Первый триместр для меня в психологическом плане это такой адок. Я, конечно, не из тех, кто там бьет тарелки об голову мужей и летает на помеле вокруг дома, и там что-то такое вот делает. Но смене настроения очень-очень подвержены. То есть я там могу расплакаться неожиданно, что вообще в целом мне не свойственно. Вот. Могу задепрессовать на пару дней, да, собрав в голове там кучу каких-то мыслей. Смотрите, на эту павиану. Еще один. С палками. У вас прям с Робертом любовь к палкам к этим какая-то особенная. У меня не любовь, я просто и таланчик. Блин, я тоже хожу вокруг детских вещей, хотя заранее никогда я не люблю ничего покупать и не покупаю, но смотрю, такие хорошенькие, маленькие. Вот. Классная, порядочная девушка, которую приятно смотреть и слушать. Спасибо вам. И большое вам спасибо за то, что вы меня слушаете. Не только, я говорю, когда я какими-то позитивными эмоциями наполнена, или там какие-то умные вещи вам толкаю, или по работе вам какие-то рекомендации даю, а еще и вот в те моменты, когда, ну, хочется не дать, а вот наполнить с какой-то положительной энергетикой. А так, в любом случае, задавайте вопросы какие-то. Как смогу, я на них отвечу. Вот. Ну, и единственное, что вот я говорю, пока про пол и срок спрашивать смысла нет точно, потому что у нас на эту тему, я надеюсь, если опять-таки меня мое настроение не подведет, и мое желание, мы проведем гендер-патия, в ходе которого все вам сообщим. Я думаю, так просто интереснее будет. Вы же тоже любите, когда такая небольшая интрига есть. Вот. Кстати, вот в тему пола, вот Саша как бы убедился в позиции у врачей. А я вот, у меня вообще такой убежденности нет. Я считаю, что срок еще слишком маленький для того, чтобы иметь вот такое четкое убеждение. Привет, Линочка! Привет, моя куколка! Моя ведьмочка любимая! Вот. Видите, это экстрасенсы с нами на проводе. Поэтому я бы вот так вот вообще не настраивалась. В любом случае, для меня это еще остается пока загадкой. Человек такая симпатная. Ну вот, а видишь, мне все говорят, что я грустная сегодня какая-то без настроения. Юридический вопрос можно, но лучше пишите в личку. Я всегда всем отвечаю. Сначала зарекалась. Привет, привет, моя дорогая! Зарекалась от того, чтобы раздавать консультации в Инстаграме, потому что есть такое понятие, знаете, на вопрос отведите. Какой-то бук майский, наверное, мне что-то не съел. А есть люди, которые хотят прям полную консультацию. Но когда у меня есть время и желание, я всегда всем отвечу. Красивая и спокойная. Да, умиротворенная. Умиротворенная, депрессивная я сегодня. Спасибо большое. Я вас тоже люблю. Это все очень взаимно. Боться будем? Нет. Вот. Мы будем. Вы мои куколки. Куколки мои. Блин, Линка, как я по тебе соскучилась. Ты просто не представляешь. Я надеюсь, что вы с Лункой и с Юркой до нас доедете все-таки. Вы мои крошки. Я тут какую-то фотку недавно с вами нашла. И смотрю, такая это, протупея. Думаю, блин, вот как я тебя хотела в ней видеть. Особенно в какой-нибудь такой момент. Давай, давай, собирайся. Мы там за вас кулачки держим с вашими сборами. И Санек, Нечка, тоже любит. Я тебя тоже очень люблю. Луну люблю. Мама, сейчас я Вензли. С сердцем. Почему Санек говорит, что я сегодня на Вензли похожа? Не знаю. Только Волоши. БДСМ, вот. Я ждала БДСМ, чтобы, знаешь, это... А, ну я сегодня просто такая, вон, прозрачная вся в кружавчиках, наверное, поэтому про эту протупею вспомнила. Предлагаю, предлагаются всякие авантюры. А ты... Эх, Сань, что нам мои авантюры не ведутся? Спасибо, крошка. Тебе тоже прекрасного вечера. Вчера я на Линкин этот пост клюнула с платьем красивым. Я так поняла, что ты к ним какое-то отношение имеешь, к этим платьям. Мне очень одно белое там понравилось. Надо вас заказать. Я так думаю, что даже на Венчание оно мне может подойти. Сделаем вам тогда тоже отметочку хорошую. По Москве скучаю ли я? Нет, по Москве я не скучаю. Если бы я скучала, я в этом плане вообще спокойно отношусь. Я очень мобильно. Если я скучаю почему-то, вот если бы моя подружка из Умска тут была, она бы не дала соврать. Я к ней один раз в 40 градусов мороза за просто несколько часов собралась и прилетела. Я очень мобильно, причем в любом положении абсолютно. Я вот себе делаю. Сейчас очередной в Ульяновске взяла. И где-то, я думаю, до конца сентября точно его везти буду. Я не ищу пола его, конечно, но мне кажется, оно по качеству просто потрясающе. Особенно длина прям подходящая, мне прям очень понравилось. Поэтому, если бы я скучала, я бы уже была в Москве, тем более, как бы мне есть куда ехать. У меня там родни кучи, моя квартира осталась. Ну, не знаю, прям как-то есть у меня там еще некоторые проблемы с родителями, ну, в плане состояния здоровья. Но есть с ними же некое недопонимание. И сейчас, как бы, нервничать и переживать на эту тему мне меньше всего хочется. Да, вещи вообще крутяк просто. Я, причем, ну, как бы, опытный пользователь, шопоголик, улинки с красивой. У меня шмотки, знаешь, от цветного до просто каких-то вязаных мамой. Очень люблю. Вот, классно. Мне с моими буферами, особенно сейчас, вот живот, как бы, на него вообще, ну, как бы, на нем еще какие-то изменения не видны. Ну, и так, если вот покушать, чуть-чуть, может быть, видно. А вот грудь, у меня и так-то большая. Сейчас, конечно, вообще буфера-буфера. Поэтому придется там вшить еще свой. Да и еще бы, еще бы. Тем более, я говорю, потом прорекламим с Саньком вас. Вот. Вот, вот. Чуть все они какие-то все, как я, пухлые. Никаких даже, таких остреньких вопросиков нет. Родители не одобрили ваш союз с Сашей и с трудом не отвечаете, извиняюсь заранее. Вы знаете, я как-то, наверное, это не совсем правильно. Про срок пока не отвечу на гендер-пати. Все скажу, маленький еще срок. Это, наверное, не совсем правильно. Но у меня никогда не было такого. Вот у нас в этом плане колоссальная разница с Сашей. Я с него в этом плане беру пример. И мне нравится его пример семейных отношений с родителями. У меня, к сожалению, несколько иначе было. Может быть, потому что я росла с отчимом. А мама моя была очень молодая там в свое время. Ну, не в плане того, что там что-то плохо было, а в плане того, что я вот 18 лет как переехала от родителей, я их абсолютно никак не касалась. Ну, там как-то, когда могла, помогала. Младшим сестрам, родителям. Но, в принципе, у меня не было такого, чтобы пойти на работу, согласовать с родителями. Там, начать какие-то отношения. Я по факту всегда, как бы, ставлю, да, вот мой молодой человек, для которого я собираюсь замуж. Ну, косики. Пляха, муха, ты что меня пугаешь? Ее, смущай меня. Двойня. Тройня, может быть, Саша? Ну, что ты ерд? А там все говорят, что мы с тобой поругались. То, что меня, или у тебя, или у меня на лбу написано. Ну, что, мы поругались? Да. Ты мой, как ты, вот ан тебе, ан, тебе, ан. Будешь меня наказывать, Саша? За что? А? Ей за что наказывать? Не знаю, что мы поругались. Блин, как я устал. Мы поднялись, блин, там этот, короче, блин, твенчик такой он делает до сих пор. Я чувствую. А? Я чувствую. Ты такой вкусный, как пьется, красивый. Да нет, ну, не двойня. Какая двойня? Ой, 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 ой. Вот как тут вот подлижу настроение, вот, не поднялась. Знает же мои слабые точки. Даже когда я на что-нибудь очень зла, в бешенстве. Ай! Вот, мы жвернулся, сразу выходим. Ну, конечно. В кои-то веки. Саша, где Черкасов? Андрюха в Москве. Вот. Ты где это увидел? Что? Про Черкасов. А, не знаю. А где Санька? Бегает где-то. Гедемотик! Вот, кстати, почему я твою Черкасову еще лично не знаю. Потому что Черкасову ездила с Надюхой знакомиться, а не со мной. Поэтому Черкасову я еще, к сожалению, не... Саша выпил. Ну-ка, где мой алкотестер? Неси с ручкой. Блин, так классно. Мы, короче, погулялись. Очкари же приехали. Ну, на самом деле, очень устал, потому что мы выехали в обед. Подожди, вот ты что людей от темы отводишь? Тебя спросили, ты выпил или нет? Не тебя, а меня спросили. А вы вообще, вот кто это спрашивает, увидели пьяного Сашу на Доме-2? Вот он сейчас на него похож. Они там где-то в горах попробовали. Там продается же вот это вот домашнее вино, домашний глингрейм. В горы заезжаешь. Мы сегодня были на маршрут поднимались. Блин, такой красивый. Короче, мы походили. Мы поднялись на самом верх, на озеро Провал. От горах оттуда спустились вниз на Цветник. Прошли по Бродвею. Дошли до Верхнего рынка. Там сели, короче, по Кухне Мира. Что-то такое там перепустили. На самом деле, друзья, кто поедет в Пятигорск, никогда не ходите в Кухню Мира. Это сам неожиданно было перед вятами. Такая ужасная, невкусная еда там. Просто отвратительно. Вот. Оттуда поехали на Куникулер. На Куникулёре поднялись наверх на Машук. Уже на гору. А там, когда понимаешь, там встречают. Винтвень такой. Прям очень вкусный. Да, мы его чуть попробовали. Он прям очень вкусный. Заказ, короче, пофору. Подожди. Все. Со своей едой. Еще чуть-чуть увидели. Мне очень понравились. Так была удивлена, что вместе с Сашей на Болшов. Каким образом мы вообще столкнулись. Судьба одного слова. А мы писали, как мы столкнулись. Ну, я у нас вот, мне кажется, любую пару спроси по поводу того, как они столкнулись, познакомились и так далее. У каждого будет своя версия. У мужчины одна, у женщины другая. Вот я лично считаю, что меня с Сашей столкнула работа. Не в плане того, что он тоже судился там с кем-то. Мы судил и виделись. А в плане того, что я при... Помочь ей в суде. Причем подружку, которая... Вот какой-то, наверное, какой-то знак вселенной был. Подружка пригласила меня покрестить ее сыночкой. Я была четвертый раз в Крестном. И в ходе Кристины она мне сказала, что у нее супруга в Пятигорский суд происходит там. Вот. И попросила меня помочь ей. Я что такое Ставропольский край вообще не знала. Я всегда была фанатиком Крыма. И я сюда приехала. Я сюда приехала. Можно переблить? Увидела. Лера сегодня что-то за сториз выставила. Сейчас просмотрите. Я поизвусь. Я видела. Саша, дайте. Саша, дайте. Слушай, эти благоцентристы и нарциссы. Вот. И, короче говоря, вот я увидела, полюбила эту природу. Мне очень тут понравилось. Потом у меня тут друзья из судебной системы были в Кабардино-Балкарии. Ну, в общем, я начала сюда часто приезжать. По рабочим и прочим делам. И потом уже мы как-то там списались на тему горы природы местной Саши. И после этого... Смотрите, какой. Смотрите, какой. Смотрите, какой. Сарделиська такая. Вот. Ну, и, короче, и так мы познакомились. Любовь к горам нашу и милую. С Черкасом его лучший друг. Так я знаю, один из лучших друзей его. Я поэтому удивляюсь, что я со всеми его друзьями знакома. Вот. И... Да, что плохого в выпивке для настроения? Я тоже считаю, я уже много раз говорила, я не являюсь зожником, но сейчас-то понятно, что как бы, да, было бы странно, если бы эта бутылка шампанского сидела. А так, я считаю, что там в празднике немножко выпить винишко или просто, да, вот гости приехали, ну, как бы, ничего тут такого нет. Я не понимаю, когда нажираются люди, не понимаю, когда системно вообще что-либо происходит. Пьянство, блядство, там, и так далее. Вот. Я тоже. Ну, на самом деле, честно говоря, вы приедете к нам на Кавказ, сюда, и когда в горы поднимаешься, там такое домашнее вино, ну, не попробовать его, прям, пару злоточеков, прям... День ВДВ будешь отмечать, как 23 февраля, наверное, да? Нет, так что ты говоришь, уже всё это... Да, на самом деле, вы попробуйте, вот, я считаю, вот, моё личное убеждение, что с этими местами надо начинать знакомиться, вот, если мы завтра поедем, я не поняла, поедем или нет, потому что без Саши, естественно, не поеду никуда, как бы я его и так два дня не вижу, вот. Короче, начинать знакомиться с этими местами надо с Кабардино-Балкарией. А туда мы завтра и поедем, на Борубое озеро. Вот, потому что вот тут гостеприимный народ, но он такой более обрусевший. А там, насколько вообще народ... Ну, короче, там вот, если вы приедете и скажете, что вы там не хотите пить, там, вы пьёте антибиотики, вы вообще не принимаете алкоголь или ещё что-то, это вообще бесполезно будет. Вы сами не поймёте, на чём дне рождения вы оказались, и почему вы уже там выпиваете сотый стакан домашнего вина. Причём оно там настолько классное и лёгкое, что вы даже не чувствуете, что вы пьёте, как компот. Выпивка к хорошему не доведёт. Конечно, не доведёт, если это системно и много делать. А если это как бы редко и в пределах разумного, то ничего страшного. Можно я покажу, куда мы завтра едем? Вот, друзья. Ну, там не видно ничего. Сейчас будет видно. Вот, да, мы завтра едем. Ну, я там была, а я там была. Да? Да. Просто надо решить, как мы поедем, потому что, видишь, мы все вместе с вами помещаемся. Ну, сейчас вот я доделаю то, что делаю, мы с тобой всё решим. У меня там ещё пару мыслительных процессов прошло, так что можно сбегать заранее. Очень красивая пара. Привет вам из Волгограда. Ой, Волгоград тоже большой привет. А откуда из Волгограда, с какого района? У меня, кстати, там тоже друзья есть, и мастер по маникюру тоже девочка, одна из моих мастеров отсюда. Света просто отсюда ездит в Волгоград на маникюр. Мне кажется, Саша не выпивший, потому что мы знаем... Так я про это и говорю, что, ну, как бы, кто знает Сашу выпившим, тот понимает, что сейчас он ему, как бы, вообще не пьёт. Вот. А по поводу мастера по маникюру, вот Саша смеётся так. Вы же знаете, да, что я жила полгода в Крыму. Вот угадайте, где я делала маникюр. У меня девочка моя, Катюша, работает в Москве мастером по маникюру. Это вообще просто лучший мастер. Я у неё сто лет, как бы, обслуживаюсь, мы с ней дружим. Ну, всё, у неё сейчас вот малышка замечательная родилась. И я из Крыма ездила по делам в Москву и ездила на маникюр. Сейчас я вот переехала к Саше, пока не нашла мастера своего по маникюру, который вот мне прям душу будет греть. И поэтому я хожу со снятым ухлером. Даю ноготкам отдохнуть. А где Сашка? Сашка бегает на площадку. Саша, если ты свет потеряешь, то тебе всё. Ну, короче, все тебя это... казнят, мне кажется, если ты свет потеряешь. Я сам себя... Причём первая будет Ольга Васильевна, потом Птичка, ну или Даник как-нибудь это. А потом, знаешь, митинг вокруг дома из моих любимчиков соберётся. Черкасов никогда не нравился, может, этот образ на проекте неприятель. А мне вот, кстати, нравилась у Черкасов молодость. Я вот когда смотрела Дом-2 в свои там лет 20, или сколько мне там было, не помню. У него как раз Сашка и Черкасов очень даже нравились. Мне кажется, кстати, даже нас как-то с моей подружкой Юлькой... Нас с моей подружкой Юлькой как-то звали на кастинг на Дом-2. А мне почему-то кажется, что я именно с Черкасовым тогда вела на эту тему беседу. Поэтому нормальный, воспитанный парень. Ну, больше ничего не могу сказать, потому что лично его ещё не знаю. Ни его, ни Кристину, но очень хотелось бы познакомиться. Так, Светлана классный. Классный кто Черкасов? Наверное. Берегите свою Свету, Саша. Слышишь, Саша? Я как зимит фото. Как приятно слушать такой приятный голос. А мне кажется, мой голос бесклявый. Нет. Ой, спокойный. Ну, Саша спросите, какая спокойная истеричка-то ещё. Да, Саша? Нет. Ничего нет. Неправда. Ага. Не, а вон вы спрашиваете о нём где. Ой. Привет. Привет. Вон там какой. Поехал. Покалка. Будем ловить? Ага, да. Сейчас ночи пойдём. Хочу туда, красота. Так приезжайте обязательно. Я всех своих друзей сейчас зову в наших краях, тем более ввиду обстановки внешнеполитической. Естественно, где-то лучше в России отдыхать. И тут очень даже достойные места для отдыха. Привет вам из Латвии, город Рига. Красота. Саша, мы же там тоже побываем? Конечно. Зайдите ко мне на страничку, посмотрите предпоследний сторис, я выставил там кусочки с наших постоянных мест, где мы со Светой любим отдыхать. Вот так? Да, я смотрю, в каком мы крестировочем месте живем. Да, согласна. В Ростове на Дону бывали. Я была в Краснодаре, точно. До Ростова, по-моему, я не доехала. Я был в Ростове. Саша был. У меня есть там знакомый председатель коллегии адвокатов, который в Москву ко мне приезжал там по делам. Вот. Очень хорошие, достойные адвокаты там работают. Санька! О Краснодаре такого не скажу. Вообще редко о регионах могу сказать. Приезжайте к нам в Красноярск. В Сибирь тут тоже есть. Кстати, вот знаете, как там называется? Правила пяти рукопожатий, да, когда вот люди там находят какую-то вот эту помощь там. Вот я считаю, что с путешествием вообще надо делать то же самое. Вы прикиньте, как круто будет. Вот вы, допустим, приедете к нам. Это же, ну, как бы небольшой труд кого-то встретить, показать что-то. Вот Саша, допустим, он вообще бесплатно у нас всех фотографирует. Всех там со всеми сфоткается, всех приобнимет. И видео снимет, и на качельках снимет, и все всем расскажет. Я иногда даже злюсь на него, потому что нам надо куда-то быстрее добраться. А он там, ну, вот стоит, всех снимает. Вот. А я, можно добавлю? Да. А я, между прочим, был, я жил на Южном берегу, вот. И, конечно же, я был и на Столбах, и на Манский Бриз ездил, и был на Хаски-ферме тоже, короче, на Ману. Зимой, когда все, короче, гоняли там и на Хаски, и на снегоходах. Короче, я был в Красноярске, мне очень понравилось. Вот. Короче, это к чему? Вот так вот, знаете, как круто? У меня так очень много друзей в связи с моими командировками и поездками появилось. Поэтому очень классно, когда люди друг друга, ну, как бы, зовут не то, чтобы в гости, а просто человек приезжает в город, его кто-то встретит, там, покажет, расскажет что-то. Представляете, так же можно и всю страну, и вообще весь мир вообще есть. Слю, Вадим. Кто-то соскучился. Я, знаешь, как еще тот, что-то. Ой, надо же. Чего иди. Какая вы красивая. Спасибо большое. Спасибо. А что это вы на меня в женском поле обращали? Чую их вообще больно. Вот, кстати, я не знаю, почему вы так пишете, я бы так не сказала. Вот как раз Андрюху я видела лично. И Андрюху, его тещу, переписывала с его супругой, звала их тоже к нам в гости, когда у них такой критический период был. Очень классный, интересный, сдержанный, очень такой воспитанный мужчина. Да че вообще, че вообще красавец. Чувство юмора, я вообще обожаю, когда люди, вот даже Саша иногда обижается на мое чувство юмора, искрометное. Вот, я считаю, что это вообще такая основа основ, когда у людей, мало того, что чувство юмора есть, еще есть самоирония, вот когда они сами над собой поржать могут, это круто. Вот у Андрюхи это есть, и это вообще очень классно. Ну, я не и в том плане, что в тебе этого нет, а в целом. Видите, вот, просто тут такая фишка, я обожаю чувство юмора, Свет, и, да, вот. Но когда мы оказываемся в какой-то компании, я резко становлюсь объектом для подъебок. Я ж говорю, это все карма. Просто обычным, всех твоих девушек, не хватало мозгов, наверное, надо, чтобы тебя пересмеять. А тут, видишь, ты... Да что ж меня пересмеяют? Ну, ты же у нас юморист, вот еще. У нас просто Саша, он, когда с моими друзьями, родственниками общается, он все время надо мной ржет. То есть, я там прихожу домой, там сидит мой брат, крестный, бабушка, там еще куча народа. И они, естественно, ну, о чем вам разговаривать? Ну, естественно, поржать надо мной. Так же точно со всеми моими друзьями, сестрами происходит. А вот мужчин, почему-то вот заводят иногда когда-то. Потому что испаков веков осетины были хозяйниками, начальниками дома. Реснички я не наращивала, и они у меня свои такие. Это я их еще в один случай накрасила. Вот, они у меня длинные просто. Вот, Черкасов хитрый, Чуев бомба. Черкасова лично не знаю еще пока. Чуев, вот соглашусь, бомба, хороший мужик, очень хороший. И теща у него вообще прекраснейшая женщина. Я даже последний раз в командировку летела, и мы с ней в аэропорту встретились, и я прям ей очень даду. Когда нам расскажете, кто будет, мальчик или девочка. Я до этого говорила в эфире. Вот Саша убежден уже в том, кто у нас будет. А вот у меня, если честно, на таком маленьком сроке еще вот прям 100% убеждения нет. А вот когда будет второй, как он называется, скрининг, да, по-моему, второй скрининг, и нам точно уже скажут, мы на эту тему обязательно проведем, если в моем настроении не изменится желание, гендер-пати. И чтобы вам это было интересно преподнести, мы вам все это преподнесем. Ну, Саша, конечно, уже уверен в том, что... Ну, подожди, я не скажу... Ну, понимаешь, просто питью уже было бы осетинский видок. Понимаешь? И воспрятать невозможно было бы. Красивая, умная, бесподобная, прекрасная девушка. Спасибо большое. Куда ехать, отдыхать? Ну, вот в Крым, говорят, сейчас опасно. Я очень люблю Крым. Поэтому приезжайте к нам, у нас вот хорошо, сито, мирно. Да, у нас бомба. Вот, короче, у нас огромное количество шерст-туристов, у нас очень сильно развит туризм. У нас вот сейчас приехали ребята, да, в Беларуси, Серега, с Леркой, сичкари. Им очень нравится. Вообще, когда приезжают, и все-таки, офигеть, да ладно. Но у вас так круто, у нас реально круто, понимаете, как будто. Озера, да, за среди на голубые озера, водопады, горы, курортные всякие вот моменты, да, очень сильно развиты. Гризелищные лечебницы, нарзаны. Здесь нарзанов вообще тонны, хоть упейся ими, вообще всякие разные. Да, ну, короче, короче, приезжайте. Сичкари, кстати, тоже прям покорили мое сердце. С первого взгляда еще в интернет-пространстве, а потом и вживую. Вообще, очень классная пара, гармоничная. И прям вот... Короче, ты, зай, пойдет домой очень устал. Ой, 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 сиди вот теперь, гулял там где-то непонятно где-то за меня, но теперь сиди. Чем Саша сейчас занимается по работе? Я сегодня, кстати, сториз по этому поводу выложил. Смотрите, я вот как раз-таки, знаете, многие пишут, вот, вы там не работаете с утра до вечера на работе, вы должны там, ну... Я вообще не понимаю, кто сказал, что я должен работать с утра до вечера на работе. Кто вообще должен работать с утра до вечера? Вот, каждому как бы свое, да, каждый живет так, как ему нравится. Лично я выбрал способ зарабатывать деньги таким образом, чтобы мы... Дмитрий, пожалуйста, скажи, давай, хочешь, я поделюсь? Не-не-не, я поделюсь. Чтобы мы, чтобы мы могли уделять друг другу много времени, чтобы нам хватало, грубо говоря, там, на съем квартиры, на еду, на питание, все остальное, короче, вот. И у меня работа удалена, я занимаюсь криптовалютой, вот в данный момент. Я занимаюсь криптовалютой, и кто бы что ни говорил, да, я тоже сначала, там, полгода назад скептически, ну, точнее, не скептически, а отнесся так с подозрением, да, ну, думал, ну, дай попробую. Света до последнего не верила, что это будет приносить денег, и, по сути, как бы, мы сейчас на это живем, и, ну, Света-то тоже зарабатывает, да, она там удаленно работает, она консультирует, вот, берет какие-то дела, ну, по своей профессии, но в основном, как бы, вот, мне крипта приносит. Короче, я купил криптогенератор, который, короче, ну, приносит деньги, доход, и я абсолютно не парюсь. То есть, я уверен в том, что у меня есть, там, каждый день сколько-то денег, вот, которые мне, нам хватает на то, чтобы купить, покушать, оплатить квартиру, да, там, одеться, ну, то есть, и была возможность путешествовать, ходить по горам. То есть, я могу работать с любой точки мира, вот, имея гаджет в руках, и интернет, вот, больше ничего не надо. Вот, ну, и, помимо всего, вот, ну, там, иногда, как бы, еще, вот, бои приносят деньги, но это так, это сейчас, короче, вот, нам нужно землю купить, и потихонечку дом хотим построить. Вообще, на самом деле, вот, как опытный человек в области работы, я же долго в госорганах везде работала с графиком, с щетками и так далее. Вот, я пришла к тому выводу, что лучше работать, да, ну, фрилансинг не назовешь в моем случае, потому что это все-таки такое официальное трудоустройство, но на свободном графике, потому что жизнь, она такая короткая штука, она очень быстро проходит, и тратить ее всю на работу очень не хотелось бы. У меня был такой период в жизни, когда я практически два года из жизни своего ребенка просто пропустила, у меня был больше с бабушками, с папой, потому что я вкалывала, как и шап, очень хорошо зарабатывала, но очень много работала. И это не тот путь, который мне хотелось бы по жизни, мне хочется счастливую семью, мне хочется отдыхать, быть в гармонии с собой, с природой, с своими близкими, всем уделять внимание, успевать, поэтому... Ой, мой любимый вопрос, как вы относитесь к тому, что сторисы кто-то там выкладывает, про Сашу, Ольгу Васильевну, никак не отпустит в прошлом. Ребят, уже вот 155 раз, мне кажется, и Сашка, и я говорила, мне вот верите, нет, вообще пофиг, кто там что выкладывает, кто там кого что не отпускает, это вот за этим психологу, кого что не отпускает. Я не личный психолог чей-то, и даже комментировать это не хочу. Единственное, что я всем всегда говорю, до тех пор, пока это меня лично и моей семьи, и тем более уж детей не касается, я на это никакой реакции давать не буду, и более того, близких людей своих тоже прошу на это никак не реагировать, потому что нет смысла, ну хочет человек, значит, что-то выкладывает. Но если это задевает чьи-то интересы, тогда, ну как бы, это не очень хорошо закончится. За Саньком давно слежу, молодец парень, согласна, молодец, меня он тоже радует, мой кунючок. Саша как гид, помогает. Помогает, 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 реально он прям всем, вот я говорю, идет всех и пофоткает, и так, и так, и вот так красиво, и вот сюда съездите. Он молодец, он вот не потребитель энергии, а вот, ну как бы, у него все взаимное, его люди любят, дарят ему энергию, он тоже ее получает. Саша обаятельный, да, мой мужик такой, обаятельный, он, особенно пузы, ему чешешь вечером, он вообще обаятельный. С кем-то, с кем глянусь. Да ты все любишь. Чуев прикольный, нормальный мужик, согласна, мне вот очень понравилось, тем более у меня очень хорошая чуйка на людей, Саша не даст соврать, я даже на расстоянии, в принципе, чувствую уже, что люди себя представляют. Когда мне Саша про кого-нибудь рассказывает, я им всегда говорю, я говорю, вот встретимся, познакомимся, я тебе скажу свое мнение. Потому что я людей прям сканирую с первого взгляда, уже понимаю, что от них можно ожидать. И лицемерить я тоже не люблю, я всегда говорю, ну, там, Саше, что, как он думает. Так, по поводу мальчик-девочка, это я уже сказала ранее, потом пересмотрите это, и есть интересное. Как себя чувствуете, токсикоз нет, сон не клонит, сон иногда клонит, а иногда ночами, наоборот, не сплют в последнее время. Токсикоз местами, ну, не в плане, вот прям токсикоз, а такого вот поташнего не бывает. А на первом, кого вам сказали, сказали еще чуть-чуть под вопросом, пока. Ну да, чуть-чуть, вы должны все карты раскрывать. Пока-пока. Саша, да, вот вы и прочувствовали. А чего Крым опасно? Ну, вот мне мои знакомые, которые туда ездят, и которые там живут, говорят, что там неспокойно. То какие-то беспилотники, то еще там что-то. А моря у нас прям тут нет, у нас есть только озера, водопады, реки. Сравнительно недалеко отсюда находится море, да, там Краснодарский край. Сейчас строят тоннель до Сочи, насколько я поняла, и тогда дорога будет вообще там, ну, волшебная, там часа три и все, и ну там. А так пока вот поезда, машины, ну, тоже сравнительно недалеко. В Крым не надо опасно. Ну, вот я вам сказала, что мне из первых уст говорят, а там... Я очень скучаю по Крыму, я его безумно люблю. И для меня Крым это вообще место силы. У меня даже вот тут татуировка с горой кошкой есть, которая находится в Семеизе. Это мое любимое место. Туда вот я прям готова пешком идти. Куда ехать отдыхать, когда ребенку три года, особо по горам не походить. У меня приезжала недавно подружка моя, журналист, крутейшая она и клиент, моя подруга. Она приезжала одна с маленьким ребенком, только ее ребенку, по-моему, там 4-5. Ну, в принципе, не очень большая разница. Вот. Нормально вообще абсолютно она одна с ребеночком. Ну, просто вы не лезьте, да, там куда-то, там, я не знаю. Хотя они, кстати, ездили прям в горы-горы. Вот. Ну, я считаю, что тут и так полно мест, куда можно. Вот мы с Сашей ходим, у нас тут любимое место есть. Тут с ребенком, с кем угодно можно дойти. И, как бы, ну, мест очень много. И города тут красивые. И парковые зоны есть. И все очень круто. Вы ждали вчера военный переворот или рада, что пригожен? Я вообще ничего не жду. Я отписана от всех новостей абсолютно. Я когда-то работала очень близко к политике, вот, и прям была в центре всех событий практически. Но сейчас я от этого стараюсь быть подальше. У меня были большие наполеоновские планы такие. Ну, как бы, сейчас мне это не интересно. Я понимаю, что у любых действий есть последствия. И, как бы, в любом случае что-то будет происходить. Ну, как бы, комментировать это сейчас в наше время было бы крайне глупым, с моей стороны, с учетом того, что я юристом являюсь. Ну, вот, поэтому без политики определенно. Криптовалюты это законный раб. Почему нет? Ну, поверьте мне уж то, что область законности я Саше могу оценить. Потому что я сама в этом очень хорошо шарю. Я вам об этом рассказывала. Саша с Кузиным общается? Ну, при мне мы разговаривали по видеосвязи. И, как бы, да, насколько я знаю, хорошо общаются они. Хороший парень тоже с Женькой. Света Василианна знакома? Да, знакомы. Мы, когда познакомились в декабре где-то, ходили вместе с детьми в развлекательный центр. Ну, в этот аттракцион, в общем, парк аттракционов. Катались на каруселях, общались. И, как бы, никаких вопросов нет, не было и быть не может. Потому что у Саши и Салианы есть общий ребенок. И, как бы, я его принимаю, как своего ребенка абсолютно. Когда он приезжает к нам, Роберт у меня на равных с Саньком. Абсолютно и полноценно. Одинаково кушают, одинаково гуляют, одинаковые правила у них пребывания. И полнейшее уважение к обоим родителям. Ну, к обоим родителям, это я имею в виду Сашу и Алианну. Вот, мы постоянно, когда он у нас бывает, там, у сторис они ей записывают. Вот, мы, как бы, вот так вот. Гидам от Саши надо устраиваться. Крипта это сложно. Это вот по поводу крипты, это вот все к Саше. Я вообще, вот, в финансовых вот этих штуках не особо сильно. С Алианной знакома ответила, да, знакома. Знакома. Не у всех просто получать с крипты денег заработать. Не у всех. Вообще, бывают такие штуки, вообще махинации, мошенничество с этой криптой, финансовые пирамиды. Тут просто надо именно разбираться и именно понимать, куда и зачем мы лезем. Потому что я очень много таких всяких договоров расторгала и, ну, я рассказывала как-то. Надо, кстати, в это актуальное сохранить, чтобы пересмотрели, как вот с такими мошенниками бороться, если это мошенники. Хорошо, вместе смотримся. Смотримся. Спасибо. Спасибо. Алиана постоянно на Сашу гонит, что он Роберту алименты не платит. Ну, я считаю, что вообще речь об алиментах может быть тогда, когда они взысканы. А когда это все, типа, по обоюдному согласию, по общей договоренности, это все решается. Ну, как бы, опять-таки, добровольно и обоюдно. Поэтому вот об этом говорить. Ну, опять-таки, кому что нравится, кто что хочет, кто-то говорит. У нас в стране свободы слова. Люди хотят, люди говорят. Каждому свое. Вот интересно, что скажете о Черкасове приличную встречу. Вы знаете, пока вот сколько у Сашки друзей было, с которыми я лично знакомилась, не было ни одного вот прям друга, который прям друзья его, не приятель, не знакомый, не партнера по бизнесу, а именно друзья, который бы мне прям категорично не понравился. Они все от души к нему относятся, как он к ним. Поэтому я не думаю, что в случае с Андреем там что-то другое будет. Я периодически в ленте вижу его и Кристину, и, по-моему, с его тещей мы друг на друга подписаны. Очень приятные люди. И, как бы, это все видно сразу. Я вот такие вещи даже, ну, как бы, даже дистанционно вижу и чувствую. Так, 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 так. Что-то там такое вот так. Света сами рожали, Сашку или Кесарева было. Сама рожала. Сашке повезло со мной. Ну, как и мне с ним. Так, 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 так. А Саша к отцу не... Хочет он к отцу поехать. Хотел на пол-лета. И вот Роберта мы тоже хотели минимум на пол-лета забрать. Правда, я думала, что они как-то тут соединятся, чтобы им не скучно было. Но как-то у нас пока вот... Что у меня Санька не получается отправить. Мы все ждем, пока там папа нам что-то скажет конкретное. Он ждет отпуска. И Крестный вроде как хотел бы с Саньком приехать. И вот, ну, как бы, с той стороны тоже пока ничего не ясно. Ну, уже у нас нет свободы слова. Вы читали книгу. Я читала эту книгу. Я вообще очень люблю читать. Вы знаете, что я... Ну, я не хочу углубляться вот в эти всякие политические дрязги. Но скажу вам совершенно точно. Что полноценной свободы слова нет ни при одном правительстве. Вспомните царские времена, вспомните времена коммунизма. Когда она была прям свободу слова. Что ты идешь, говоришь, ей, чувак, ты неправильно правишь нашей страной. Ну, как бы, это само по себе абсурдно. И, как бы, те, кто рассказывает о том, что у них где-то там по-другому, я в это вот, честно, сильно не верю. Так. Так, так, так. Ну, что, все? Вопросики закончились у нас интересненькие? Аля, она злая очень, хотя... Да я бы не сказала, что она злая. Это... Ну, почему она злая? У нее своя жизнь, у нее свое какое-то, наверное, видение чего-то. Почему она злая? Она не злая, но просто вот, как бы, смотрит, наверное, на мир такими глазами. И видит его так, как видит. Злости какой-то я в ней не заметила. Я вам уже говорила, что я, как бы, как сканер в этом плане работаю. Не злая. Это, ну, что-то другое. Ну, по мне, я не... Ну, опять-таки, не буду комментировать, зачем мне вот этот вот лишний раз говорить. Вообще, зачем комментировать других людей? Вот. Злость? Нет. Я знаю реально злых людей. И знаю, как они себя ведут, и как они что исполняют. Это не злость. Какие-то, может быть, недопонимания могут быть. Злость? Нет. Гендер-пати должны сделать. По крайней мере, да, хотели. Так. Хотели, хотели, хотели. Где Сашка, сын ваш? Сашка, сын, бегает на площадке. Вот. Другой Сашка, он по телефону бегает, болтает. Она на умственном столу... Слушайте, ребят, вот, ну, я вас убедительно прошу, вот, прям убедительно прошу, не надо, как бы, как вам сказать, в негативном ключе высказываться. Ну, и это даже не то, что вот про Аляну, Маркуса уж, тем более, там, детей, еще что-то. Ибо иногда такие вещи пишутся, что меня, ну, немножко ужасают даже. Зачем? Ну, как бы, если вам нравится блогер, вы за ним наблюдаете. Если он вам не нравится, ну, как бы, ну, просто он не нравится. Зачем вот эту внешность, там, ей, там, что-то там про меня пишут? Нет, там, какая там внешность, не внешность. Какие там черты характера? Да, ну, кому судить-то? Ну, мы же не боги, какое мы имеем право кого-то судить? По там, по чертам характера, у каждого своя жизнь, у каждого своя степень эмпатии, у каждого своё психологическое состояние. У каждого, каждому дана прекрасная внешность от природы. И каждый человек, по-своему, прекрасен. Поэтому, ну, нельзя так, зачем? Ну, как бы, отстал и не... У них своё чувство юмора, своё видение жизни, и, как бы... Ну, не знаю, мне вообще ни разу там не могло показаться такого. Ну, вот. Если можете ответить, суть по разводу... Суть? Суть по разводу олимпи... Ребят, то, что касается работы, пишите в личку, я всем отвечаю всегда про рабочие вопросы и помогаю, чем могу. Вот. Ну, что, пупсики мои, птенчики мои, драгоценные. Наверное, пора нам прощаться. Всё, что я вам хотела сказать, я сказала. Хотя, в принципе, у меня какой-то заготовленной речи сегодня не было. Как ни странно, как это обычно бывает. Это, знаете, как закон подлости какой-то. Когда вы меня заваливаете вопросами, у меня 150 мыслей в голове. Когда я такая неподготовленная, выхожу и думаю, что сейчас вот на вопросы на ваших отвечаю. Как бы, ну... Ну, как там? У нас СУ-27-го. Классно. Напомните мне об этом в сообщениях. Алимхану я писала. У Маркусу точно не все дома в стране. Ну, опять, ну, она... Блин, ну, ребят, ну, что значит не все дома? Ну, как бы... Я работала с недееспособными. Я знаю, что такое не все дома. Когда люди, как бы, у них действительно непорядок в голове. Вот. Зачем так говорить? Просто, ну, люди разные. Ну, если они вам неприятны, ну, не наблюдайте за ними. Зачем так, как бы, судить? Веселые люди с своим чувством юмора. Счастливого вам вечера, ночи. Будьте счастливы. Люблю вашу семью. А мы вас любим. Вот такие сообщения я люблю. Мы вас любим, всей душой обнимаем. И вы должны чувствовать тоже нашу встречную, позитивную энергетику. Так, 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 палк, палк. Как-то так. Вот. Ну что? Сколько там времени-то у нас? А, сейчас мы с вами уже болтаем. Я что-то думала, что меньше. Вот. Поэтому главное, чтобы все были счастливы. У всех все было хорошо. Все стремились к позитиву. Мы в этом, в Лермонтове гуляем. Ну, так, около дома. Я говорю, что-то какой-то второй день. Латвии тоже привет. Второй день я какая-то как сонная амеба. И уже не выспалась, целый день валялась. Вот. И какое-то такое состояние погулять только вот рядом с домом. Даже никуда ехать не хотелось. Надеюсь, завтра у меня настроение будет другое. И мы съездим куда-нибудь подальше погуляем. Да, спать пора, спать пора. Особенно если вы где-то на севере, то уже прям совсем пора. Это как мне подружка моя из Омска пишет постоянно. Почему ты так поздно выходишь в эфир? У нас вот мы спать раньше ложимся. Ну, у всех все по-разному. Кто-то наоборот на работе еще в это время. Кто-то уже спать ложится. Саша, а сколько от Москвы до Лермонтова? Полторы тысячи. Полторы тысячи километров. А сейчас еще вот обещаться еще в году пилыль от нас обещаться. А, я говорила, да. Зая, проходим домой, да? Все, друзья мои, всем доброй ночи. Саша, прощайся. Все, ребята, да, всем пока. Всех. Кстати, скоро у меня в Казахстане бой. Так что болейте за меня. Знаете, он с кем драться будет? Кунг-фу панда. Вот это, борется он за природу, а драться с пандой будет. Представляете? Все. Всем пока.